Мост на Первом Брянске строили в два этапа. Основную часть возвели в 1961 году. В 87-м достроили вторую очередь, которая связала улицы Димитрово и Речную. Сейчас строители демонтируют первую, старую часть моста, а более новая сохранится. По ней жители Володарского района смогут пересекать станцию Брянск-Орловский. Для удобства пассажиров было принято решение об оставлении пролетов номер 5 и номер 6, которая соединяет улицу Димитрово и Речную улицу. Мост уже несколько лет эксплуатировался частично. Старая часть была признана аварийной. Ее демонтировали в первую очередь в конце сентября. На сегодняшний момент те пролеты, которые были сооружены в 1961 году, они выработали свой ресурс и было принято решение о их демонтаже. Значит, на сегодняшний день мы проводим третье окно. До этого было демонтировано первый пролет, второй пролет, сегодня третий пролет и 22-го числа мы и заканчиваем эту работу. К работам по демонтажу моста привлечена специальная железнодорожная техника. На работы отведено окно в 12 часов. Сегодня мы прибыли на Брянск-Орловский для демонтажа пролетного строения пешеходного моста. Пролетное строение будем цеплять, снимать. Оно по весу очень тяжелое, 45 тонн веса, поэтому не каждый кран это может сделать. А наш кран, он 125 тонн грузоподъемности и может с этой задачей спокойно справиться. Работа по демонтажу сложная и опасная. Под мостом проходит контактная сеть с напряжением 27 тысяч вольт переменного тока. На время работы она, конечно, обесточена. Энергетикам предстоит снять контактный провод. Прибытие и отправление некоторых пригородных пассажирских поездов организовано от других платформ. Движение пассажиров в районе проведения работ ограничено. Полностью демонтаж старых пролетов должен завершиться до конца октября. Жители и гости города могут не волноваться, что пешеходный маршрут прервется. Пересечь станцию можно будет по пешеходному настилу, тоннелю и оставшейся части моста. Александр Новиков, Денис Пашков. События. Брянск.